Ас-саляму алейкум, рахматуллахи в баракату, с вами Умм Малик. Сегодня мы с вами продолжаем изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, ставить напоминание о будущих занятиях. Сегодня мы с вами разберем домашнее задание по прошлому уроку, где я вам дала 7 упражнений или 7 предложений на перевод. Вот, иншаллах, мы сегодня эти предложения разберем. Я надеюсь, все сделали перевод и сейчас проверим. Первое предложение у нас «Я зашла в красивую библиотеку». Я зашла в красивую библиотеку. Начнем. Первое предложение. Я зашла. Здесь мы начнем с глагола. «Я зашла». «Дахаль». «Даха». «Ль». И помним, что мы говорили. Чтобы у нас получился «Я», у нас добавляется «Ту» в конце. и «Сукунг» здесь. Значит, «Дахальту». Далее «В красивую библиотеку». В арабском языке вот этот предлог «В» у нас необязательно. «Библиотеку». Мы можем ее сделать определенной, то есть конкретную красивую библиотеку. «Ль». «Ль». «Мак». «Мактэ». «Мактэ». «Бэтэ». У нас идет как прямое дополнение. Значит, «Дахальтуль мактэ бэтэ». «Дахальтуль мактэ бэтэ». И «Красивая». Значит, так как это сифра, это определение. Сейчас я напишу. И прокомментирую. «Джэмиллятэ». То есть «Дахальтуль мактэ бэтэль джэмиллятэ». Смотрим, что у нас должно полностью… Вот эти два слова, мы видим здесь они с артиклем, то есть определены. Состояние у них одинаковое. «Аль мактэ бэтэ». «Тамарбутта» в конце. И «Аль джэмиллятэ» тоже «Тамарбутта», то есть это женский род. В конце мы видим «Аль мактэ бэтэ». Вот с «Фатхой» здесь. «Фатха» вот. «Фатха». И здесь тоже «Фатха». Говорит о том, что это один падеж. И то, что два этих слова в единственном числе. То есть все четыре категории здесь совпали. «Дахальтуль мактэ бэтэль джэмиллятэ». То есть это перевод первого предложения. Ну, как вариант, может быть, неопределенную. Какую-то красивую библиотеку вы зашли, тогда будет без артикля. Единственное, и «Тамбин» в конце. Так, это первое предложение. Теперь второе предложение. «Он прочел сегодняшние газеты». «Он». Вот это «он», да, оно спрятано уже будет в глаголе, поэтому его необязательно повторять. Напишем сразу «О», «Ро», «О». Это уже будет «Он прочел». И сегодняшние газеты, я вам говорила, это газеты сегодняшнего дня. Газеты сегодняшнего дня. «Сухуф». И так как прочитал «Кого что», поэтому будет у нас здесь «Сухуфа». А сегодня у нас будет это «Яум плюс артикль». То есть «Прочитал газеты сегодняшнего дня». Да, то есть таким образом, чтобы понять, что он делал действия над газетами, да, то есть их прочитал, у нас в конце здесь «Фатха». «Сухуфа». Это второе предложение. Если у вас так же, то иншала верно. Третье предложение. Опять же, напоминаю, что мы используем лексику, которые приходили у вас в уроке. Да, понятно, что иногда можно использовать какие-то синонимы, но мы говорим конкретно по нашей лексике. Третье предложение. «Это рыба на моем письменном столе». Значит, «это рыба». Ну, я хотела, чтобы в определенном вы ее использовали, да, поэтому написала это. Можно «эда» сказать. Скажем без него «эдэсэмэк» или «эсэмэку», 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 «эсэмэку» на моем письменном столе. «На чём-то аля». «Эсэмэку», «ээсэмэку», «ээээ». Письменный стол у нас был «мактаб». И так как Аля – это предлог, он хочет видеть в конце касру. Про это мы еще будем говорить, но и еще у нас в моем, поэтому здесь точно касру мы добавляем в конце «я». То есть на моем письменном столе. То есть у нас здесь «мактаби». «Ас-самаку аля мактаби». «Рыба на моем письменном столе». То есть вот это все «мактаби» будет… Три слова вот этих «моем письменном столе», да, вот в этом «мактаби» заложено. Хорошо. Хорошо, переходим к следующему слову или следующему предложению. Мой врач поприветствовал моего отца. Мой врач поприветствовал моего отца. Во-первых, четвертое предложение у нас. Мой врач. Врач у нас был «побиб». Но так как «мой», поэтому в конце мы добавим «я». «Побиби», да, «побиби», мой врач. Теперь поприветствовал. Салема. Салема приветствовать. Можно глагол перенести вперед. Если вы написали «салема», «побиби», это тоже правильно. Правильно, да, то есть в этом случае грамматически ничего не изменится. И так будет одинаково. «Побиби», «побиби», «салема», да, «поприветствовал моего отца». У нас «салема аля», используется тоже предлог «салема аля», то есть «поприветствовал кого». И вот после этого предлога. И будет «мой отец», «валид», это «отец», и мы добавляем «моего», то есть в конце «я», «валиди». Значит, «побиби», «салема аля валиди», «мой врач», «поприветствовал моего отца». Или «салема абиби» и «аля валиди», и так, и так будет верно. Пятое предложение, иншаллах, у нас «Махмуд» написал письмо. Опять же, можно начать с глагола, лучше начать с глагола. Писать «кетаба», да? Ка-та-ба. И так как «махмуд» — это «гуа», то есть «он», поэтому глагол так и остается в такой форме. «Махмуд» — то есть имя пишем. «Махмуд» — «кетаба Махмудун» — какое-то письмо, да? «Рисээлэтэн». Кого он написал? Письмо. «Кетаба Махмудун» — «рисэлэтэн». «Махмуд» — написал письмо. Это пятое предложение. Если вы написали «рисэлэт» — определенное, возможно, вы имели в виду какое-то конкретное письмо, что он написал его именно Махмуд. Ну, допустимо, смотря какой контекст. Смотрим дальше. Шестое предложение у вас было. «Фатима зашла в библиотеку института». У нас уже было в первом предложении «зашла», но там было «я зашла», да? Или «я зашел» — то же самое было бы. Здесь «фатима», то есть «она» зашла. Значит, глагол тот же. «Да хуаля», но «она», поэтому в конце мы добавим еще «та». «Да хуалят», да? «Да хуалят». «Фатима». Здесь «танвина» не будет, так как женские имена, они не принимают «танвина». Поэтому «ту» просто «дама». «Да хуалят», «фатима», «ту» и «библиотека института». Помним, у нас библиотека, я вниже напишу, чтобы это было одной фразу, влезла. «Мэк», «тэ», «бэтэ», да, у нас там была слыпа «красивая библиотека», а здесь уже идет связь, то есть библиотека чья, да, принадлежащая, которая относится к институту. Поэтому здесь конструкция чуть другая, здесь будет «идлафа», и у «идлафы» есть определенные правила. «Мэк-тэ-бэтэ», то есть она зашла, помню, как и в первом предложении, «мэк-тэ-бэтэ», то есть прямое дополнение, и институт, сделаем определенным его. И седьмое предложение, последнее из ваших домашних предложений, «студентка в новой бакалейной лавке». Седьмое, семерка, вот так у нас, студентка определенная, «аполи-бэту» в новой бакалейной лавке. «Филь-бакалати», «филь-бакалати», да, то есть она «в», это магазин, не «аль-бакаля», это и есть магазин после предлога «фи», здесь это «касрам», и новое, да, у нас бакаля, новое у нас, новый это «аль-джадид», здесь это «женский род», поэтому «джадидати». Вспоминаем, что после «фи», я вам уже сказала, здесь указывает «касрам», что это «ападеж-1», состояние определенное, и это «женский род», единственное число, да, то есть все четыре категории совпадают. «Филь-бакалати», «ль-джадидати», да, «аполи-бэту», «филь-бакалати», «ль-джадидати». И еще одно правило вам напомню, при чтении, я вам уже это говорила, да, здесь у нас идет «хамзатальосль», которая в слитном чтении не читается, и поэтому первая буква, которую мы здесь читаем, это «лям», да, это «лям», она с «сукуном», но мы не тянем «фи», да, из-за того, что из «хамзатальосль», «лям» с «сукуном», и «я», долго, это тоже с «сукуном», у нас долги сокращаются, поэтому будем читать «филь-филь», да, как будто «фа-скасра» и «налям», не «филь-бакалати», «филь-бакалати» «джадидати». «Акал-ли-бэту» «филь-бакалати» «джадидати». На этом предложения домашние завершились. Если у вас будут вопросы, вы можете писать под этим видео вопросы или предложения, которые вы составили, возможно, из слов, которые были до этого, и я на каком-то из уроков их разберу, иншаллах. Баракаллаху фейкум. С вами была Ум Малик. Благодарю, что оставались со мной. Подписывайтесь, делитесь благими знаниями. Ас-саляму алейкум. Ва рахматуллахи. У баракету. Ум Малик. Ум Малик. Ум Малик. Ум Малик.